всем доброе утро был такой вопрос в деле я или нет я уже не худею месяц наверное ну не стараюсь худеть но вот по весам видите почти килограмм на таком питании ушел сам то есть ничего не делая я себя позволяет там разные вкусняшки вот у меня там есть вот но наверное шуме на голове я как стала так я с пред вами и и появилась в общем вот такие вот дела реальная жизнь я сейчас хочу знаете что себе забацать такую намазку на хлеб у меня есть авокадо и тунец добавлю туда лимон и будет у меня такая намазка очень вкусно сейчас поделюсь в общем берем авокадо вот так его разминаем добавляем туда пол лимона чтобы все это не окислилась ну это по вкусу хотите больше лимона хотите меньше вот перемешиваем какой-то авокадо попался неправильно половина был спел полбока а половина не очень и добавляем туда банку тунца но опять зависит от того какая банка вот баночка добавлю немного масла оттуда самую малость остальное солью в раковину потому что лепшине масло нам не надо и добавлю тунец можно поперчить и опять все перемешать посолить можно если у вас тунец не сильно соленый все намазка намазка до борту в рот готова осталось только затостерить хлебушек и намазать вот этой вкусняшкой как вам такая вкусняшка мне кажется идеально хлебушек уже поджарился это я сама делаю хлеб вот последний раз делала же женой с это с пшеничной мукой вместе но они все вот это ржаной хлеб он даже не полностью ржаной а он все равно как бы наполовину пшеничный и вот намазываем нашу замазку на маску замазку под маску вот так вкусно немножко перчика для перчинки чтоб жизнь медом не казалось и все друзья завтрак готов всем доброго утра сюда ты криво висишь чуть соловей мой цветок ему знаете нужно в солнце иначе он начинает вот так вот желтеть потом он приходит себя когда на солнце в общем да а еще вот я представляете сейчас ехала конечно же как же он будет без меня в общем у нас же все еще что и нам до понедельника нельзя и выезжать из города по всей провинции гранаты в общем все города закрыты из одного города в другое переезжать без какого-то мотива там если работа медик или еще нельзя вот но то а я же работаю в одном городе а живу в другом но помните я вам говорил что никакого контроля не было все дела так вот сегодня меня остановил кант полицейский контроль чучи заткнись заткнись сказала дай с людьми поговорить вот знаю что все правильно что все у меня все документы в порядке но все равно при виде полицейских какой-то мандраж задавку заткнешься чарли скажи ему чтобы заткнуть вот какой-то мандраж и вот я когда подъезжаю не заткнется пойдемте с вами в дом поговорим и вот когда подъезжаю к въезду нашего города и гляжу такая контроль боже и у меня прям мандраж начал не знаю может быть и одна такая у вас тоже так при виде полицейских какой-то мандраж случается вот пока я короче там был проверял передо мной было пару машин вот на одного чута он там ругался что там звонок какой-то должен быть или еще что-то но я быстренько за телефоном слазила чарли у меня был пристегнут еще думаю на всякие пожарные у меня в телефоне я у меня чехол прозрачный и я туда в свою карточку своей личности положила да а в телефоне у меня фотка моей моей лицензии с парикмахерской и вот последняя фактура вот что я заплатила социальное страхование то есть все бумаги которые надо у меня в телефоне он значит такой остановил меня представился там все дела говорит мотив вашего въезда в наш город я говорю я домой еду с работы он такой предъявите документы какие у вас там а на какой улице говорит живете а я все время забываю улицу свою представляете она какая-то сложное название улице вот но спа еще же мандраж еще все трясется я ему такая сказала а у меня то на карточке стоит номер другой вы пока еще другой квартиры когда в которой мы раньше жили вот и значит он ну такой посмотрел значит телефон вот я могу так показала там свои фотки лицензии он посмотрел а вот потом говорит а ваши это карточку я так переворачиваю телефон он там посмотрел говорит переверните опять телефон я перед а он видимо сверял он сверял точно мой номер и думаю зачем ему крутить телефон туда-сюда а он свиня сверял мой номер на лицензии инди инди в общем мой индивидуальный номер да ну как номер паспорта до сверял с номером на моей лицензии что же написано этот номер и вот он наверное смирял потому что поверни поверни вот я с телефон туда-сюда чарли там пытался пару раз погавкать но он был у меня привязанный нет но нормально если без как бы если все порядка с документами то почему бы ну как бы можно ездить но посмотрим у нас воскресенье завтра будут думать что с нами делать короче с провинцией граната потому что у нас очень много в гранаде очень много зараженных мы по всей андалусии первые там идет первая северия но в гранаде вроде как на численность носили на 100 тысяч населения больше зараженных чем в северии в общем мы на первом месте я не знаю что за такое за треш на первого когда была первая волна у нас было все намного намного спокойнее чем сейчас а сейчас вообще ска у нас в городе было спокойно в первую волну вот где я работаю тоже как бы были там заражены но там 12 сейчас просто жесть вот может быть это все из-за того что тестов много делается поэтому выявляются только много зараженных но не знаю и в общем завтра будут думать что нам делать потому что во многих городах испании уже закрыли бары рестораны нас не закрывают как вот лет весной что мы дома сидели но как говорится воздух перекрывают то есть вы не сидите дома но бары ресторана закрыты магазины тоже закрыты идите то есть можно просто гулять да собака но это все лучше чем вот в италии в италии по моему они уже на карантин строгие закрыты не хотелось бы вот так что не знаю что будет что ждет с клиентами прощаемся таки да раньше там ой до следующей субботы там а сейчас знаешь там до встречи и все но у меня сегодня вечером еще клиенты есть у меня даже не только мои вот эти вот все бумаги у меня еще и мы же вот сейчас только клиентка сказка тоже назначил себе на вечер поэтому у меня есть даже и то что ко мне клиенты придут 6 конечно мандраж меня берет перед полицейскими все хоть ты хоть ты тресни как вижу когда меня останавливал всего два раза это было было благодаря вот этому крайне я вообще люблю чтоб все было у меня под контролем знаете все я не люблю долги я не люблю кредиты я не люблю штрафы у меня должно быть все под контролем если штраф то его нужно было сильно заплатить кстати про штраф у меня вот на этой неделе деньги сняли я не поняла с чего кто мне еще снял отправили бухгалтеру эту бумажку и вот он сообщил что у меня был помните я вам говорил про штраф что я хотела его заплатить но просроченный был и вот они с меня его содрали короче и он говорит посмотрел говорит все больше у тебя нет штрафов тебя все зашибись так поэтому когда полиция останавливает идут ты думаешь вроде бы все в порядке но мало ли там мучу в голову взбредет может это знаете может быть страхи все идут идут с россией вот как нас полицейскими пугали поэтому никогда не говорю что мамаши не должны своих детей не пугать не полицейскими никакими-то там врачами не ищи не зубными потому что потом вот этот вот страх на тебе как бы с тобой растет растет и вот боишься полицейских да потом вот полицейские же он должен работать для тебя чтобы защитить тебя нет у меня в голове наоборот что-то жди плохое ой блин ладно пойду кушать готовить у меня сегодня кулинарный эксперимент у меня есть вот такие вот рисовые блинчики что ли или как-то вот я хочу их я их начинила и просто сейчас обжарила ну не обжарила в шаттан машине там курица внутри если это будет вкусно то я сделаю рецепт так там каша разогревается я пошла кушать если будет вкусно обязательно вам сниму вообще вот вы ели у вас есть какие-нибудь рецепты вот таким вот рисовой штукой такие вот они интересные вот такая закипиканка получилась в разрезе со сметанкой я забыла вчера добавить изюм я еще изюм добавляю вот сегодня комментариях читала там что типа советуют фрукты положить там ягоды блин изюм забыла изюм обычно замачиваю даже нет фрукты не замачиваю такой кидаю и с изюмом вот так вкусно получается у меня сейчас не кофе тайм потому что уже выпил чай тайм потому что мне нужно ехать на работу вот сняли с чарли пару тик токов прикольно так быстро и прикольно мне нравится дурачиться поэтому дурачусь блин сметану не положила холодильник сейчас такая достаю у меня же посмотрите сметана и кефира ни одной фирме достаю кефир гляжу так я думаю чуть сметаны случилось что она такая жидкая чё за фигня оказывается это кефир представляете а я уже прямо испугалась говорю все испортилась моя сметана не испортилась это кефир был так ладно вижу пора и одеваться и все на свете последний день а завтра выходной сегодня пятница а завтра выходной я в новом платьице пойду гулять с тобой в данном ситуации данной ситуации это не актуально гулять можно но не нужно поэтому ждем другой да и не пятница вообще красавица мая смотрите какая красота кстати мы с ней будем делать тик ток да вам асер тик ток на следующей неделе или через неделю да 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 вообще мы сейчас идем с ней гулять на пляж смотрите мы тут остановились внутри сколько кушат аль канцер но си а если там будет там там и там и 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 Я сказала, говорю, отойди от меня, говорю, ты домой на море. Представляете, живет здесь, а на море почти не бывает. Вот, и смеемся, сейчас говорю, что должен делать частный предприниматель, чтобы сохранить свою работу. Сначала смеемся, говорю, клиента я уложила, а потом еще и повезла ее гулять. Очень смешно. Вот, она живет, представляете, вот в километре от моря, и говорит, сто лет уже не была на море, вот сейчас наслаждается. Я говорю, иди от меня на дистанцию и сними маску, понюхай в море. У меня прекрасный закат, смотрите какой. Я уже наделала фоток, вернее мне Конча наделала фотку. Я говорю, что она умеет разговаривать с моим Чарли. Она говорит, как бы ты спела, Чарли, с днем рождения тебя. Я говорю, что она умеет разговаривать с моим Чарли. Она когда заходит, начинает ему гавкать. Я говорю, ты нашла общий язык с моим Чарли. Моя приколистка. Я пошла наверх. Я на море часто бываю, она пускай сама наслаждается. Быстренько покажу, что купила Валди. Встретила там сестру, мужа. В общем, я сегодня всех родственников увидела. На пляже увидела племянницу. В магазине увидела сестру, мужа. Так что, сейчас быстренько в Валди заходила. Вот купила вот такое. Сюда вот бумажное полотенце 2,89. Люблю вот такие здоровые. У меня здесь возникает желание что-нибудь испечь. Поэтому купила сгущенку. Рубль 0,9 стоит. И бумагу для выпечки. Здесь много, смотрите, 30 метров. 3,99 стоит. Вот этот вот сыр плавленый. Мне прям понравился. Он и готовить с него классно. Стоит всего 65 копеек. Вообще дешево. 65 копеек стоит. 4,95 стоит. Порошок. Вот, на 15 стирок. Масло сливочное купила. Рубль 45. Завтра, наверное, паэлью буду готовить. Сейчас спрошу. А мне на кумер паэля? Аки? Клару. Где, говорит? Я вот дома. Куда, Донка? Ой, блин. Дома. Вот для паэля я купила рис. Рубль 52 килограмм. Хороший вот этот рис. Макароны. Купила макаронцы. Макароны 12 штук. Попробовать. 3,99. Они замороженные. Вот, сейчас посмотрю даже. Такие макарончики. 3,99. Вот, 12 штук. Шоколадку. Ну, это вот я к выпечке готовлюсь. Ну, там есть немножко. 45 копеек вот это. А, и вот такие вот. Блида ли брала. Вот такие вот. Очень вкусные. Вот, как, не знаю. А вот эти вот попробовать. Ну, это завтра уже попробую. Мне кажется, они такие же. Вообще обалденные. Вот, не знаю. Это не конфетки. Там бисквит. Прослойка. Ну, в общем, вкуснятина. Завтра я вам покажу. Они рубль 79 стоят. В общем, одни вкусняшки я сегодня купила. Вот так. Все, друзья. Уже поздно. Я сегодня что-то заблудилась. Закружилась. День такой длинный. Монтировать много, наверное. Потому что я даже не знаю, что я там наснимала. Что-то снимала, снимала все подряд. И пойду сейчас монтировать. Ставим лайки, если вам понравился. Лайки тоже. Если тоже не понравилось, пишем комментарии. Вот. И все. Самое лучшее. Всем пока-пока. Вот ты вообще кто такой, чтобы мои нервы беспокоить, а? Ты вообще, ты кто такой, чтобы мои нервы злить, а?